Всем доброго дня! Сегодня на нашем разборе слова мы приступаем к следующей большой книге Нового Завета, к второму посланию к Арифинам апостола Павла. Как мы помним, первое послание к Арифинам, оно в основном касалось вопросов богослужебного порядка, как проводить собрание, как себя вести в собрании, как применять духовные дары и так далее. Второе послание к Арифинам будет ориентировано в основном на нравственные вопросы, на вопросы мотивации, вопросы чистого сердца, правильных мотивов, правильных побудительных причин для тех или иных действий. Оно, на мой взгляд, гораздо глубже с точки зрения именно нравственности. То есть, если первое послание к Арифинам, там технические вопросы, ну не только, конечно, но в основном, то второе послание к Арифинам, оно более глубокое. Павел пытается вытащить Арифин на новый уровень, более высокий. В первом послании к Арифинам он называл их младенцами, да, но вечно в младенчестве находиться нельзя. Поэтому второе послание к Арифинам очень важно с точки зрения именно мотивации, сердечных каких-то вот таких дел, да, вот внутренних, глубоких, духовных. Вот, поэтому приступим к нему, будем постепенно, постихово также его проходить. Да поможет нам в этом Господь. Итак, я читаю второе послание к Арифинам, первую главу, с первого по седьмой стих. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим, и надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ну, достаточно стандартное начало у этого послания. Я обратил внимание, что все свои послания апостол Павел начинается с своего имени. Павел, ну и дальше идет расшифровка. Апостол Иисуса Христа, либо раб Божий, либо еще как-то. Но всегда, практически каждое послание, если мне не изменяет память, начинается словом Павел. То есть он как бы сразу же утверждает, что именно он является автором этого послания. Ну и дальше. Волею Божию апостол Иисуса Христа. И это очень важно, потому что сегодня, особенно в наше время, в последнее появились люди, которые хотят быть апостолами, но получается так на поверку, что не волей Божией, а волей человеческой. Так вот, Павел здесь подчеркивает, что он стал апостолом именно волей Божией. То есть не своим желанием, не своим стремлением, не своим каким-то рвением, хотением, предпочтением, а именно инициативой Божией. То есть становление Павла как апостола произошло исключительно и полностью по инициативе Господа. И Тимофей брат, Павел пишет. То есть мы не видим, чтобы Павел всегда писал свои послания исключительно в одиночку, или, скажем так, являлся единственным автором всех своих посланий. Очень часто мы можем встретить, что Павел указывает в соавторстве еще других братьев, таких как Силуан, Тимофей, Сосфен. Первое послание к Арифинам было написано Павлом и Сосфеном, но не полностью, конечно. Безусловно, это послание Павла. Но Сосфен, наверное, был писцом, тем, кто писал непосредственно физически, скорее всего, потому что Павел прибегал к услугам тех людей, кто писал. Тертий, по-моему, послание к Кремлям писал. Скорее всего, первое послание к Арифинам писал Сосфен. И, возможно, второе послание к Арифинам своей рукой, непосредственным исполнителем, так сказать, писал Тимофей. Скорее всего. Но, может быть, и какие-то мысли в этом послании принадлежат Тимофею. Хотя это очень маловероятно. Скорее всего, все-таки все мысли, все вот эти вдохновенные изречения, даны Духом Святым непосредственно Павлу. А Тимофей был всего лишь исполнителем-писателем. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае. Ну, очевидно, что Коринф занимал такое централизованное место. То есть, фактически являлся областным центром вот этой области Ахае. Ну, естественно, что если это послание прочитала Коринфская церковь, то и остальные церкви, которые имели отношение к этой материнской головной церкви, с этим посланием, конечно же, тоже ознакомились. Второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Ну, значение благодати и мира переоценить невозможно. В принципе, это стандартное тоже приветствие Павла. Но хотелось бы вкратце задержаться на слове «мир», потому что здесь это слово не означает, что Бог согласен со всем, что делает Коринфяне. Мир со стороны Бога – это потенциальное отношение Отца, потенциальное отношение. То есть, Он настроен по отношению к нам мирно и по-доброму. Вот что имеется в виду. А не то, что Бог одобряет все наши мысли, поступки, дела. То, что мир от Бога Отца нашего к нам простерт, означает, что Он просто к нам расположен, настроен. Он к нам как бы благоволит вообще, хочет благоволить. Но это не означает, что Он все одобряет. Ну, а благодать, естественно, это то, что мы не можем заслужить. Это то, от чего мы полностью и зависели, и будем зависеть. И вот здесь упоминается Бог Отец и Господь Иисус Христос, как бы только две ипостаси Троицы. Ну, и я думаю, что благодать в основном относится к Иисусу Христу, потому что Писание говорит, что благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Ну, а мир – это такое отношение внутреннее, глубокое отношение в сердце Отца. То есть здесь вот эти две ипостаси Божества, и каждая из них в большей степени принадлежит то или иное качество. Благодать более, на мой взгляд, относится к Иисусу Христу, а мир – к такому внутреннему расположению сердца Отца, без которых, без благодати и мира, все напрасно. Вот если этого не будет со стороны Бога, то наши все потуги, наши все попытки, наши все какие-то старания угодить Ему или как-то спастись – бесполезны. Поэтому Павел сразу же указывает на эти два источника, основополагающие, фундаментальные, без которых спасение невозможно, чтобы мы помнили об этом, были благодарны за это. То есть если в нашей жизни все складывается не так, как мы хотим, и много скорбей и трудностей, то всегда есть за что благодарить Творца, всегда есть за что сказать Ему спасибо, вспомнив хотя бы вот об этих двух основополагающих, фундаментальных категориях, как благодать Господа Иисуса Христа и мир от Бога Отца. Третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Вот то, что Бог является Отцом милосердия, показывает, что Он рождает. Кто такой Отец? Отец – это тот, кто рождает, тот, кто является родителем, то есть автором, скажем так, первоисточником милосердия. Он не то чтобы только управляет милосердием, он его рождает, оно от него исходит. Он является его, скажем так, первопричиной милосердия. «И Бог всякого утешения». То есть для милосердия здесь Павел избрал эпитет, или, скажем так, не эпитет, а избрал отношение. Отец, Отец милосердия. То есть по отношению к милосердию Бог является Отцом. Он его рождает. Оно внутри его недра, внутри его, скажем так, самого естества внутреннего. А для всякого утешения Павел избрал отношение Бог. Бог всякого утешения. То есть тот, кто управляет. Бог в основном, так вот мы понимаем, интуитивно, инстинктивно, относится к сфере и функции управления. Бог – это что-то владычествующее, что-то правящее, что-то управляющее. Так вот, Бог, конечно же, здесь большой буквы. То есть понятно, что речь не идет о каких-то там богах, которые управляют там какими-то процессами, да, богах языческих. Речь идет о том, что Отец Господа нашего Иисуса Христа является управителем утешения. Он регулирует утешение. Он им распоряжается. Он им управляет. И он, скажем так, дозирует и контролирует то, каким образом процесс утешения будет проходить, значит, в сердцах и умах его детей. То есть утешение – это то, чем Бог распоряжается, то, что он распределяет. То есть от него зависит, сколько утешения к нам придет. Он его как бы дозирует, да, он его, ну, оформляет для того или иного получателя. И мы должны осознавать эту зависимость от того, как он будет распоряжаться своим утешением. Я к чему это говорю? Не всегда утешение сразу же на нас сваливается, да, если нас постигает скорбь, и мы не сразу получаем утешение, мы должны понимать, что он – Бог утешения. Он распоряжается сейчас нас утешить. Может быть, немножко попозже. Может быть, меньшим количеством утешения. Он вправе этим распоряжаться. Бог всякого утешения. И, в принципе, дальше Павел развивает вот эту тему утешения. До конца нашего сегодняшнего отрывка Павел будет говорить об утешении. Он переходит к этой теме, потому что очевидно, что его постигло какое-то испытание, ну, не только его, а всю его апостольскую команду. И Павел имел возможность тщательно продумать этот вопрос утешения. И поэтому он переходит к этой теме прямо в начале своего послания и говорит, что Отец Господа нашего Иисуса Христа – Он Бог всякого утешения. Четвертый стих. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. И вот здесь очень важный момент, дорогие друзья. Для того, чтобы утешать кого-либо, для того, чтобы иметь моральное право и способность утешать кого-либо из наших ближних, мы сами должны испытать на себе это утешение. То есть иметь опыт, реальный опыт Божьего утешения. Для того, чтобы мы могли помогать другим в этой сфере, в сфере утешения, я подчеркиваю, нам необходимо иметь обязательно опыт. Чтобы и моральное право иметь, утешать. Потому что можно задать вопросом, вот ты пытаешься меня утешить, а ты сам проходил то, что я прохожу? А ты сам переживал то, что я чувствую? Если нет, то какое моральное право ты имеешь меня утешать, там, чего-то советовать и так далее? Помните, как друзья Иова? Они пришли и стали его «утешать», в кавычках, но сами они не проходили того испытания, которое проходил Иов, и не имели морального права, в принципе-то, его утешать. Они не знали, как это, утешить его, потому что не пережили того, что он пережил. Но данное утверждение, оно справедливо не для всех сфер, а в частности для утешения, может, еще для каких-то сфер. Но есть сферы в жизни человека, которые ему не нужно проходить, для того, чтобы помогать другим. Например, сфера наркотической зависимости. Человек не обязательно должен быть бывшим наркоманом, для того, чтобы помогать другим людям выйти из наркотической зависимости. Я верю, что не обязательно ему нужно быть алкоголиком, наркоманом, побывать на дне, чтобы потом других людей, значит, вызволять из этой зависимости. В принципе, любой человек, который никогда в жизни своей не кололся, не употреблял алкоголь, не имел пристрастия к вредным привычкам, не был ни на каком социальном дне общества, любой человек такой может помогать вот таким обездоленным. Почему? Потому что духовные дары действуют, и человек не обязательно должен быть опытным в этих вопросах, прошедшим Крым-Рым, и медные трубы, для того, чтобы помогать зависимым людям. Он может полагаться на Духа Святого, и при его помощи, являя дары Духа Святого, упражняясь в дарах Духа Святого, помогать людям, находящимся в зависимости. Но в вопросе утешения здесь важно иметь опыт. Здесь важно быть тем, кто что-то прошел, за чьей спиной имеется определенный послужной список. Потому что, когда подросток к тебе подходит, ты там, например, имеешь конфликт с супругом, а подросток к тебе подходит и пытается тебя учить уму-разуму, но это выглядит смешно. Если бы этот подросток еще лет 20 пожил, попробовал, что такое конфликт с супругом, как сглаживать этот конфликт, как выходить из этого конфликта, то мог бы что-то посоветовать. А в данном своем статусе это все бесполезно. Поэтому, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы, Павел говорит, могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, мы получили опыт, мы пережили это на себе, тем самым утешением, которым Бог утешает нас самих. Пятый стих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. И вот здесь, хочется нам или нет, Павел рисует реалистичную, но не очень приятную перспективу. Перспектива эта состоит вот в чем. По мере того, как христианин проходит свой земной путь, он соприкасается со все более и более глубокими страданиями. То есть, если посмотреть на жизнь Иисуса Христа, крест стал кульминацией его земной жизни, и это было наивысочайшее страдание. Павел в одном из своих посланий пишет, «Я уже становлюсь жертвой, время отшествия моего настало». И очевидно, что он имеет в виду приближающуюся вот эту экзекуцию, казнь. Поэтому нет ничего странного и удивительного в том, что по мере того, как мы взрослеем во Христе, по мере того, как мы становимся все более и более зрелыми, по мере того, как мы проходим свой земной путь, мы сталкиваемся с все более и более интенсивными скорбями и испытаниями. Это обусловлено даже просто, скажем так, естественным ходом земной жизни. Потому что по мере того, как мы стареем, мы приобретаем какие-то болезни. Но не приобретаем, скажем так, а на нас наваливаются какие-то немощи, болезни, атакуют нас, связанные и со старостью, и с тем, что мы живем в этом падшем, греховном и поломанном мире. Вот. Ну и не только проблемы, связанные со здоровьем, а больше переживаний, да. Если мы становимся родителями, мы начинаем переживать за детей. Если мы становимся бабушками и дедушками, соответственно, и за детей, и за внуков. И все это накапливается, и умножаются эти скорби, переживания. Но по мере того, как это происходит, умножается Христом и утешение наше. Ну, здесь не только такой обыденный ход жизни нужно иметь в виду. Здесь, наверное, Павел подразумевает также и служение, да. То есть по мере того, как наше служение может развиваться, например, да. Если мы говорим о пастерстве. Например, если количество людей в церкви возрастает, пастор несет все больше и больше ответственности, больше и больше хлопот прибавляется, испытания наваливаются, такие как, ну, испытания деньгами, гордостью, там, отношениями с сестрами, например. Это вот три таких пути-дорожки, да. Как говорят на Западе, 3G. Gold, girls and glory. Это означает золото, женщины и слава. Это умножение происходит, да, в служении пастора. То есть нет ничего в этом удивительного и странного. По мере того, как мы проходим свой христианский путь, свой земной путь, скорби, испытания имеют тенденцию увеличиваться, умножаться. Шестой стих. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Здесь, я думаю, Павел имеет в виду как раз-таки ходатайственную молитву. Вот смотрите, ходатайство сопряжено со скорбью. Ходатайство сопряжено со стенанием, с усилием, с подвязанием молитвенным. И я думаю, здесь очень хорошо это согласуется с тем, что Павел пишет. Скорбим ли мы молитвенно, ходатайственно? Скорбим для вашего утешения и спасения. То есть Павел был молитвенником. Он много молился за своих подопечных, за коринфян, и не только за коринфян, для их спасения и утешения. Он ходатайствовал за них. Он был великим молитвенником, человеком молитвы. Ну и он здесь, как бы, вот этим харизматичным, харизматизированным коринфянам немножко обрубает крылышки во второй части своего стиха и говорит, спасение, которое совершается перенесением тех же страданий. Потому что харизматы, они не любят страдать. Ну, я сейчас не бросаю прям такой сильный камень в огород харизматов. Я просто говорю, что, в общем-то, тенденция, да, настроение такой современной харизматической церкви, оно не страдать, а иметь только наслаждение, иметь только какие-то бонусы, преференции, благословения, радость и так далее. Нет, Павел, он вот этим харизматизированным коринфянам, он обрубает крылышки и говорит, что спасение совершается перенесением тех же самых страданий, которые мы, апостолы, терпим. То есть, вам придется переносить какие-то скорби, вам придется переносить какие-то страдания. Если вы их тщательно избегаете и всячески дистанцируетесь от них, то вопрос, совершается ли вами это спасение. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что эти страдания, если уж мы заговорили про ходатайственную молитву, наверное, имеется в виду, что если вы переносите вот эти молитвенные страдания, то вы совершаете свое спасение. Если вы дистанцируетесь от этих молитвенных страданий, если вы не отвергаете свою плоть, не ходатайствуете, не молитесь, не подвизаетесь, то вы и не совершаете свое спасение. Потому что спасение совершается перенесением тех же страданий, что и мы терпим. Здесь не только, конечно же, говорится о молитве, но, в частности, ходатайственную молитву можно сюда очень хорошо, скажем так, присовокупить и увидеть здесь смысл, значит, на примере ходатайственной молитвы. 7 стих. «И надежда наша о вас тверда». Ну, это хорошее такое заявление, надежда умирает последней, да, какими бы плохими ни были коринфяне, Павел все равно надеется, да, и свою надежду, значит, утверждает. Далее. «Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Ну, в 6 стихе он сказал, скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, да, а здесь он говорит «Утешаемся ли? Утешаемся тоже для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Павел говорит, что когда мы, апостольская команда, утешаемся, то это и вас должно как-то подбодрить. То есть вы, видя то, что Бог нас утешает, Бог нас избавляет, Бог нас проводит долиной смертной тени и выводит на пространное свободное место, вы должны тоже радоваться. Утешаемся для вашего утешения. То есть в нашем утешении и вы находите для себя утешение. Ну, на сегодня, я думаю, нам достаточно. Мы разобрали семь стихов. В последующем, в восьмом стихе, Павел будет говорить о конкретных каких-то уже фактах, каких-то конкретных событиях. И об этом мы поговорим в следующий раз. А на сегодня, да благословит нас Господь. До новых встреч, до новых видео. С Господом. Спасибо.